Автор истории Наталья Иванченко Так тут же Татка начала конючить и капризничать. Сначала жаловалась, что на нее дует, мальчике закройте окна, потом потребовала выключить кондиционер. У меня от него голова болит, следом заявила, дышать нечем, сделайте уже что-нибудь. Костя, сцепев зубы, крепче ухватился за руль, стараясь не реагировать, а Юрик сначала ласково уговаривал свою капризную возлюбленную, что-то нашептывал, даже напевал, но постепенно завелся и вскоре с заднего сидения уже доносились крики и обвинения, а в спину кресла весьма ощутимо посыпались пинки и тычки. Некоторое время Костя терпел, дав себе слово не вмешиваться, но вскоре разозлился и совсем было уже хотел наорать на них, как впереди по трассе увидел заправку. Торопливо свернул, встал в очередь и вышел из машины. Тут же открыли задние двери, Татка медленно, словно дав возможность полюбоваться красивым молодым телом, вылезла из салона, встряхнула темными волосами и с видимым наслаждением потянулась. Голубая футболка туго обтянула бюст, короткие шорты подтянулись еще выше, показав аппетитные ягодицы, и со стороны соседней машины послышались цуканье и восхищенный свист. Татка неторопливо повернулась, окинула взглядом высунувшихся в окна парней, подняла руку и показала средний палец. Свист тут же сменился возмущенными криками, но девушка, не обращая внимания, спокойно пошла к входным дверям придорожного кафе. «Зверь, а не баба!» – с восхищением проговорил Юрик, провожая ее взглядом. «Ты своего зверя укроти уже!» – с плохо скрываемым раздражением сказал Костя. «А то достали, сил нет! Еще раз устроите подобный спектакль, богом клянусь, высажу вас на обочине и вернусь в город! Мне такой отдых не нужен, весь мозг вынесли!» «А ты мне, кстати, обещал, мы будем сидеть тихо, как мышки! Мышки, мать вашу!» «Да не злись, Костян!» – Юрик приобнял его за плечи могучей рукой. «Это ты в своем офисе такой раздраженный стал! Сейчас приедем в деревню, поваляешься на песочке, искупаешься в речке, весь негатив смоется, вот увидишь!» Заправившись и наскоро перекусив в придорожном кафе, они продолжили путь. Несколько часов двигались по автостраде, затем, повинуясь навигатору, свернули на проселочную дорогу и долго колесили по ней, объезжая ямы и рытвины. Несмотря на закрытые наглухо окна, пыль проникала в машину и вскоре покрыла все тонкой серой пленкой. На заднем сиденье царило перемирие, за гулом мотора доносился едва слышный шепот, смешки, пару раз спину сильно легнули, но Костя молча терпел. В который раз дав себе обещание больше никогда не связываться с этой взбалмошной парочкой. «О, вот и мои родные места!» – Юрик вытянул вперед руку. «Вон, видите, это остатки от колхоза, его вроде возрождать планировали, но так и не сподобились, а там слева разрушенная церковь, а вообще тут красивейшие места, речка рядом, лес, фрукты свои, а какой у нас дом? Татка, подтверди, что дом шикарный». Девушка что-то невнятно пробурчала, просунула длинные ноги в пространство между передним сидением и сложила их на коробку передач. Голыми пятками прочертив линию на пыльной поверхности. «Убери немедленно!» – стараясь сдерживаться очень спокойно и очень твердо потребовал Костя. «Ой, да ладно!» – протянула девушка, но ноги убрала. «А это что такое?» – стараясь отвлечься и заглушить в себе чувство раздражения, Костя кивком головы указал на виднеющийся с правой стороны белый купол. «Где? Ааа, вижу!» – друг сложил руки на спинку переднего сидения и оперся на них подбородком. Ему, видимо, было неудобно, но сесть по-другому не позволяла развалившаяся позади Татка. «Это здание недавно построили. Говорят, научный медицинский центр. Занимаются изучением работы мозга. Суперлюдей выводят. Персонал весь не местный. Из деревенских на работу никого не берут. Там даже уборщики и грузчики приезжие. Не знаю, правда, или прибирают». «Мальчики, я писать хочу!» – донеслось с заднего сиденья. «Потерпи, уже скоро приедем. Ты хочешь, чтобы я описалась в машине твоего друга?» – притворно удивилась девушка. Костя, в который раз чертыхнувшись про себя, торопливо свернул на обочину и заглушил двигатель. Татка открыла дверь, неторопливо вылезла и отошла за машину. Юрик поспешил вслед за ней. Костя открыл окно, высунул руку, подставил под вечернее солнце открытую ладонь. Пахнуло запахом трав, луговых цветов, может все еще наладится. Он проводил взглядом рой разноцветных бабочек. «Я же могу вообще с ними не общаться, не видеть, не разговаривать. Ну, по вечерам, если только. Буду вставать с рассветом, уходить на речку, купаться, рыбачить». «Татка, ты чего?» – услышал он голос друга. «Да так, мужик какой-то был». «Подглядывал за тобой». В голосе Юрика мгновенно прозвучала ревность. «Не знаю, не поняла». Голос девушки был непривычно растерянным и Костя насторожился. Вылез из машины, подошел к другу, тот стоял рядом с подругой, положив ей руку на плечо. И разглядывал деревья, разрушившиеся по другую сторону дороги. «Он странный мужик этот, весь в черном, в такую же рута». «Татка оглянулась на ребят, у Кости мелькнула мысль, что он первый раз видит ее такой, без обычных ужимок и кокетства. Обычная, симпатичная, слегка растерянная девушка. Я сначала подумала, что это макет, ну знаете, из фанеры. Детей еще таких устанавливают на пешеходных переходах. А тут он вдруг вскинул руки вверх, вот так. Она вскинула руки. Скрестил их и опустил за голову. Я на минутку оглянулась, а когда повернулась, он уже исчез. Как вы думаете, что бы это значило?» Юрик с Костей переглянулись и одновременно пожали плечами. В поселок они выехали, когда солнце уже опускалось к верхушкам деревьев. За окнами машины проплывали добротные дома, огороженные то высоким забором, то низким штакетником, небольшой ухоженный парк с детской площадкой, вымощенная серым камнем центральная площадь. Костя сбросил скорость, ожидая толпы отдыхающих, бегающих, голоногих ребятишек, но улицы были пустынные. «Рано у вас тут спать ложатся», – бросил он через плечо другу, но тот не расслышал. Юрик не обманул, дом действительно выглядел шикарно. Двухэтажный, с широкой террасой, он стоял в окружении высоких сосен, почти полностью скрываясь за деревьями. Сразу за домом начинался пологий спуск к реке, но при всем великолепии чувствовалось отсутствие хозяина. Сад был запущен, подъездную дорожку покрывали высокие сорняки. Открыв массивную входную дверь, они вошли в просторное помещение. Налево от входа располагалась кухня, направо отделенная невысокой перегородкой гостиная. Напротив входа широкая лестница на второй этаж. Костя заглянул за перегородку, окинул взглядом большой диван, кресло, массивный, сделанный под старину камин, и впервые подумал, что отдых и в самом деле обещает быть приятным. Ну, если держаться подальше от влюбленной парочки, он вздохнул и пошел на кухню к другу. Юрик успел занести все пакеты и по-хозяйски раскладывал продукты в холодильник. «Я уже все», – рассеянно произнес друг. «Ты обустраивайся, не стесняйся, твоя комната сверху, как поднимешься, налево». Но обустроиться он не успел. По лестнице спускалась Татка, выглядела она, как всегда, эффектно, в купальнике в широкополой невесть зачем надетой шляпе и с пляжным полотенцем, закинутым на плечо. Сини-бюстгальтеры плавки были до того крошечными, что Костя в смущении отвел взгляд. «Готовы, мальчики?» «Татка», – выдохнул Юрик. «Ну, темень же на дворе, куда ты собралась?» «Купаться, друг мой, купаться!» Она прошла мимо ребят, открыла дверь и вышла наружу. Юрик торопливо скинул футболку, двинулся следом. Костя, подумав, взял свой рюкзак, догнал друга и пошел по заросшей извилистой тропинке. Дорожка вывела их на узкий песчаный пляж, залитый низко висевшим над горизонтом солнцем. Река была широкая, полноводная, противоположный берег едва угадывался за невесомой дымкой. Разноцветные блики от уходящего солнца играли на темной воде. День клонился к концу, но жара и не думала спадать. Костя кинул рюкзак на песок, вздохнул полной грудью в воздух и с удовлетворением почувствовал, как растворяется в этой вечерней тишине его накопленная за день усталость и раздражение. Он еще раз окинул взглядом пляж. На протяжении всей видимости на желтом песке виднелись только камни, стволы, поваленных деревьев, да позабытый кем-то большой разноцветный зонт, одиноко торчавший почти у самых деревьев. «Слушай, здесь всегда так пусто?» – спросил он Юрика. «Нет», – подумав, ответил тот. «Обычно тут полно народа, особенно на выходные. Дети бегают, собаки лают, мамашки загорают. Шум, гам. А нам повезло, сегодня никого нет, потому что мы одни, наверное, по вечерам любим купаться». Костя стянул шорт и через голову снял влажную от духоты футболку, бросил ее на песок и пошел к реке. У самой кромки воды стояла Татка, придерживая края шляпы. Волны лениво лизали ступни ее ног, приглашая окунуться, но девушка не двигалась с места. «Чего стоим? Кого ждем?» – насмешливо спросил парень. «Ты так рвалась купаться, что водичка холодная». Татка, не обращая на его слова внимания, протянула вперед руку. Костя прищурился, приложил ладонь козырьком глазам и посмотрел туда, куда указывала девушка. Метрах в двадцати от берега на волнах неспешно покачивался продолговатый темный предмет. Рассмотреть его было сложно, так как он находился напротив низко стоявшего солнца. Поначалу Косте показалось, что это ком водоросли или бревно, но тут под водным течением предмет подхватило, развернуло, пузырем надулась мокрая рубашка, показалась белесая рука, скрылась под водой. «Это что?» – шепотом спросила девушка. «Это же человек, правда?» Течением страшный предмет медленно сносила вниз. «Навряд ли», – с сомнением протянул Юрик. «Ну, посмотрите вы внимательно!» – не унималась девушка. «Вон, рука, видите? Вторая в сторону откинута. Он в рубашке, но без штанов». «Честно, не вижу», – признался Юрик. Костя промолчал. «Может, это просто одежду снесло в реку?» «Какую одежду? Ты что, не видишь, что это тело?» Рассердившись, закричала на него Татка. «Вон затылок виднеется, он вниз лицом плывет. Ребята, его вытащить надо!» «Ни за что!» – помотал головой парень. «Здесь течение очень обманчивое, я на глубину не полезу, тем более там холодно. Ногу судорогой сведет, и я рядом с ним качаться буду. Будешь потом мои руки рассматривать». «Ну что ж вы трусы-то такие!» – кричала девушка. «Ему же помочь нужно!» «Наташа!» – пытаясь говорить спокойно, начал Костя. «Если это утопленник, то мы ему уже ничем не можем помочь». Татка взглянула на него, хотела что-то сказать, но передумала, махнула рукой и пошла по пляжу прочь от реки. «Таточка, не сердись, ну что мы могли сделать?» – извиняющимся тоном произнес ей вслеп Юрик. Девушка остановилась, повернулась и взглянула на него с таким презрением, что у Кости перехватило дыхание. «Что я могу сделать?» – передразнила его она. «Ты никогда ничего не можешь сделать! Ты весь в этом, только мычишь и оправдываешься! Тоже мне, мужик!» Она окинула его негодующим взглядом и направилась к дому. На пляже воцарилось неловкое молчание. «Слушай, может это, конечно, не мое дело?» – не выдержав, начал Костя. «Да!» – грубо прервал его Юрик. «Это не твое дело!» Лежа на влажных простынях, Костя прокручивал в голове события прошедшего дня. Как бы он себя не пытался успокоить, все казалось странным в этой поездке. И пустынные улицы деревни в самый разгар лета, и тот предмет в реке, до жути походивший на утопленника. И черный незнакомец, встреченный ими в дороге. Да и взбалмошная Наталья, чего греха-то и ничего кроме раздражения, не вызывала. Он вздохнул, повернулся на другой бок, закрыл глаза. Приглушенно шумел кондиционер, пытаясь разогнать царившую в комнате духоту. Что-то поскрипывало, шуршало в углу. Промаявшись полчаса, он встал, захватил со стула пачку сигарет, зажигалку и пошел к двери на балкон. Отодвинул занавеску, взялся за ручку и невольно остановился, заглядевшись на луну на небосклоне. Нереально огромная, она висела низко над горизонтом, заливая все ярким светом. Вид был волшебным, и поначалу черную фигуру, стоявшую на лужайке перед домом, он тоже воспринял как призрачное видение, навеянное сказочной атмосферой. Человек стоял на подъездной дорожке, опустив голову, слегка покачиваясь из стороны в сторону. В неровном свете луны видны были только очертания и фигуры, ни одежды, ни лица разглядеть не удалось. Он долго стоял, не двигаясь с места, и когда у Кости уже зародились сомнения, живой ли он, черный человек медленно поднял вверх руки, запрокинул голову, поднял к луне лицо и в воздухе раздался протяжный вой. Не помня себя от страха, Костя отскочил от балконной двери, и звук тотчас же прекратился. Парень осторожно выглянул, но и дорожка, и поляна перед домом были пусты. Таинственный незнакомец исчез так же внезапно, как и появился. Отбросив в сторону сигареты, Костя забрался на кровать, закутался в простыне и промучился до утра, то бодрствуя, то впадая в полузабытие, пока в комнату не проникли первые лучи солнца. И только тогда уснул полноценным сном. Проснулся Костя разбитым с головной болью. Умывшись в маленькой уборной, он спустился вниз и в гостиной увидел сидевшего на диване Юрика. «Долго спишь?» — хмуро поприветствовал тот друга. «Ты что, всю ночь здесь просидел?» «Да нет, вот только вышел. Полночи уснуть не мог. Духота страшная, даже кондиционер не помогает. Сны еще какие-то дикие. Слушай, у тебя сигареты остались, я все свои выкурил ночью». Костя достал из заднего кармана шорт полупустую пачку и кинул Юрику. Тот поймал, заглянул внутрь и разочарованно присвистнул. «Ну, это нам часа на два. Слушай, давай смотаемся до магазина. Он уже должен быть открыт. Заодно молоко купим. Татка кофе только с молоком пьет. Проснется, будет нам нагоняй, что вчера не позаботились. И мороженое. Татка страсть как мороженое любит». «На голодный желудок Костя ехать наотрез отказался. Сварил себе кофе, кинул пакет кэша в воду. Юрик сидел рядом и ныл, что им уже надо съездить. Вот сейчас проснется Татка, а молока нет. И опять будут обвинения и обидки». Кофе под его нытье сделался совсем безвкусным, и Костя наконец сдался. Парковка перед магазином была пуста. Только у самого входа поперек белых линий разметки стоял черный пикап. Костя встал на ближайшее ко входу место, вышел из машины, обошел пикап, невольно заглянул внутрь и сквозь настежь открытые двери. Салон казался разгромленным. Солнцезащитный козырек был сорван со своего места и криво висел, покачиваясь на сквозняке. Бардачок зиял раскрытой дверцей, ключи небрежно лежали на сиденье, рядом с монтировкой, часть которой была покрыта густой темной жидкостью. Лужица той же темной жидкости скопилась у самого порога и тягучими каплями стекала на асфальт. От машины потянуло тухлым душком, и Костя брезгливо поморщился. «Интересно, что здесь случилось?» – пробормотал Юрик, заглядывая внутрь. «Драка что ли была?» «Мне совсем неинтересно». Костя перешагнул через цепочку борых пятен на асфальте и пошел к выходу. «Ты идешь? Я тебя догоню!» – крикнул друг. «Ты главное, молоко и мороженое купи, и сигареты!» Костя вошел в двери магазина и окинул взглядом помещение. По левую руку у витражного окна располагалось мини-кафе. За столиком сидели две девушки. Одна из них с длинными распущенными волосами, сгорбившей, сидела на краешке стула, рискуя свалиться. Опустив голову и свесив руки почти до пола, она ни на что не реагировала, пребывая то ли в глубокой задумчивости, то ли в полудреме. Вторая темноволосая девушка, сидевшая напротив подруги, повернулась на звук открывающихся дверей и взглянула на вошедшего. Костю поразила ее улыбка, широкая, почти от уха до уха, с плотно сжатыми губами, на которых еще оставались следы ярко-красной помады. Она до странного напоминала улыбку Джокера. Он невольно замедлил шаг, пытаясь понять, что вызвало у нее такую реакцию. Девушка сфокусировала на нем свой взгляд, дерганным механическим движением ухватилась за стакан с кофе, подняла его к голове и прислонилась к щеке. Рывком наклонила, коричневая струя потекла по лицу и закапала на стол. «Обкуренная, что ли?» Костя отвел взгляд, обошел стойку кассира с неподвижно стоявшим за ней парнем и зашагал вглубь магазина. Пройдя несколько стеллажей, он нашел отдел с молочкой, взял два пакета, выбрал в холодильнике мороженое, повернулся и застыл на месте. Перед ним стоял кассир, тот самый, который минуту назад занимал место за стойкой кассы. Вместо формы на нем была не первая свежесть и футболка, заляпанная бурыми пятнами и льняные джинсы. Парень смотрел на Костю, губы его медленно расползались в улыбке. «Вам лучше пройти в подсобку!» Проговорил он, из-за того, что его губы были растянутыми, слова прозвучали невнятно. «Зачем?» «Там лучше!» Неопределенно ответил кассир. «Лучше что?» Уточнил Костя, невольно проследив за движением руки. За стеллажом виднелась приоткрытая дверь, на полу перед ней небольшая лужица такой же бурой жидкости, что и на футболке парня. Лужица была слегка смазана, будто по ее краю что-то протащили, что-то тяжелое и длинное, как представилась Костя. «Все лучше!» Послышался женский голос, и повернувшись, он увидел, что к парню присоединилась девушка из кафе. Коричневый след от кофе по-прежнему виднелся у нее на щеке. Красная помада на растянутых губах внушала чувство омерзения. Тут только он обратил внимание, что одна лямка ее сарафана была оторвана и свисала неопрятным грязным лоскутом. «Нет, спасибо!» Мгновенно отступили за стеллажи. «Чего им надо было?» Недовольно спросил Юрик. «Да бес их знает!» Костя еще раз взглянул в сторону подсобки и поторопился к выходу. «Обкуренные до невменяемости!» На кассе парень футболки с бурыми пятнами, не прекращая улыбаться, пробил мороженое, молоко и две пачки сигарет. Костя торопливо рассчитался и вышел из магазина, дав себе слово, что больше он сюда не ногой. «Тебе не кажется, что здесь очень странно?» Спросил он у Юрика, когда машина отъехала от магазина. «Вчера утопленник, сегодня это парочка, и ты обратил внимание, что людей на улице нет, и вчера вечером тоже не было?» «Ну как нет?» Вяло отреагировал Юрик. «Вот только что в магазине была. Обкуренные, правда, но ведь люди же. Молодежь сейчас вообще безбашенная пошла. Мы не такие были в их возрасте. Да и неутопленный вчера был, наверняка. Бревно плыло, или водоросли. Слушай, как ты думаешь, татка уже проснулась? Может, еще в кондитерскую сгоняем? Там такие эклеры продают». «Нет уж», – решительно сказал Костя и свернул в проезд, ведущий к дому. «Никаких эклеров, но хотелось бы понять, что здесь происходит». Он медленно продвигался по пустынным улицам, внимательно рассматривая дома по обеим сторонам улицы. Все те же добротные здания, некоторые увитые плещом по самую крышу, но теперь они не казались такими уж уютными, скорее наводили на мысль о скрытой угрозе. В одном из окон дрогнуло шторы, показалось лицо и тут же скрылось. Костя торопливо нажал на тормоз, даже не позаботившись припарковать машину, заглушил двигатель и выскочил наружу. «Ты куда?» – закричал Юрик. Не отвечая, парень бегом пересек пространство до дома, открыл калитку и двинулся ко входной двери. Тут же послышался звук открываемого окна, и сверху звучный голос прокричал. «Не двигаться, или я стреляю!» Костя остановился и поднял вверх руки. «Я не представляю для вас опасности, я просто хочу спросить, что здесь происходит, куда исчезли все люди?» «Прочь от моего дома!» – прокричал тот же голос. «Если не уберешься, я прострелю тебе голову!» «Я всего лишь хочу поговорить!» Все так же с поднятыми руками Костя сделал шаг вперед, тут же раздался звук выстрела, и рядом с его ногой взметнулся фонтанчик земли. Парень, не веря, как завороженный, уставился в то место, куда попала пуля. «Я сказал, убирайся!» В голосе его невидимого собеседника послышались истерические нотки. «Пошел вон отсюда!» И тут же выстрелил еще раз. Второй фонтанчик взвелся у его ноги. Третий выстрел прошел совсем рядом с головой, и Костя, опомнившись, бросился бежать. Куда попал следующий выстрел, он не разобрал ни в него и, слава богу. У самой калитки он столкнулся с Юриком, схватил его за руку и потащил к машине. С разбегу запрыгнул на водительское сидение, завел машину трясущимися руками и тронулся с места. «Он что, стрелял?» Друг с изумлением оглянулся назад. «Что вообще происходит?» «Это я тебя хочу спросить!» Заорал на него Костя. «Что здесь, твою мать, происходит? Куда ты меня завез, сукин сын?» Парень угрюмо молчал. «Короче, вы как хотите, а я сваливаю отсюда, только вещи заберу!» Татка так хотела отдохнуть, ей не понравится. «Да пошла ты, Татка, знаешь куда?» «Знаю!» Буркнул Юрик и отвернулся к окну. Костя припарковал машину на подъездной дорожке у самого входа, вышел, громко хлопнув дверью, и сразу направился к себе на второй этаж. Наспех затолкав вещи в рюкзак, внимательно осмотрел комнату, не забыл ли чего, подошел к окну и сверху вниз взглянул на поляну перед домом. Пусто. «Как бы то ни было, я убираюсь отсюда!» Громко сказал он и вышел из комнаты. Внизу никого не было. «Юра, я жду 15 минут, потом уезжаю один, если вы не спуститесь!» Крикнул Костя, зашел на кухню и остолбенел от удивления. На кухне царил беспорядок, ящики кухонных шкафчиков были выдвинуты, на полу рассыпаны кухонные приборы. Перевернутые стулья сгруделись у дальней стенки, стопка тарелок стояла на самом краю столешницы, рискуя в любой момент свалиться вниз. Костя сделал шаг, под ногами хрустнуло. Он кончиком кроссовки пошевелил осколки. Кажется, это была ваза, еще утром она стояла на столе. «Какого черта тут произошло?» Спросил он сам себя, поднимая с половилку. «Прикинь, татки нет!» За его плечом сказал Юрик. Широкое его лицо выражало крайнюю степень озабоченности, и тут он увидел разгром в кухне, удивленно присвистнул. «А здесь что случилось?» Костя пожал плечами, прошел за перегородку в гостиную. В комнате также царил хаос, журнальный столик лежал на боку, ковровая дорожка сбилась и мятой кучей собралась у дивана. Торшер наклонился вперед, готовый упасть. Юрик хотел что-то сказать, но тут же поднял руку, призывая к тишине, и к чему-то прислушался. Потом, крадучи, сделал несколько шагов к окну, Костя последовал за ним. За камином, скорчившись, поджав ноги и выставив перед собой нож для разделки мяса, сидела татка. Первое, что бросилось в глаза парням, это сбитые до крови коленки и багровый синяк на правом предплечье. Ее и так большие глаза расширились, рот был полуоткрыт, она дышала часто и прерывисто, глядя куда-то поверх парней. «Господи, что с тобой?» растерянно спросил Юра, присаживаясь перед ней на корточке. Девушка по-прежнему смотрела куда-то поверх его головы, неподвижная, словно восковая кукла. Из-за расширенных во всю радужку зрачков ее глаза казались совсем черными. «Таточка, все хорошо, ничего не бойся, давай я это заберу!» Юрик взял за деревянную рукоятку ножа и потянул на себя. И тут татка наконец очнулась, завизжала, рванула на себя нож, легнула парня ногой и попыталась еще плотнее втянуться в пространство за камином. «Девочка моя, это же я!» Юрик несмело прикоснулся к ее ноге, погладил, тихо сказал что-то ласковое и нежное и девушка перевела на него свой затуманенный взгляд. Приободрившись, он продолжил плавно и напевно говорить ей успокаивающие слова и вскоре зрачки в глазах девушки сузились. Дыхание стало ровнее, она разжала руки, выронила нож и горько разрыдалась. «Вот так, хорошая моя!» Бормотал Юрик, ногой откинул в сторону нож, привлек девушку к себе, погладил по голове. Она с такой силой вцепилась ему в плечо, что тот невольно ухнул. «Ю... Юра!» схлипавла татка. «Увези! Увези меня отсюда!» «Да, конечно!» Засуетился парень, вскочил на ноги, осторожно поднял свою подругу и Костя поразился перемене, произошедшей с ней. Ничего не осталось от той яркой, нагловатой красотки, к которой она была еще прошлым вечером. Сейчас перед ними стояла поникшая девушка с потухшими, заплаканными глазами. Темные волосы растрепались, край майки выбился из шорт, ноги в синяках и ушибах. Он подошел ближе, оглядел пространство за камином, где она пряталась. «Наташа, что здесь произошло?» Девушка подняла на него взгляд и вдруг мелко затрясла головой. Волосы упали на лицо, она выгнулась, запрокинула руки и закричала так страшно, что у Кости мурашки пошли по телу. «Все, все, уже закончилось, Наточка!» Юрик опять схватил девушку, привлек к себе, силой опустил ее руки, обнял, погладил по голове. «Не надо ее сейчас ни о чем спрашивать!» Сердито прошептал он и громко «Мы сейчас домой поедем, но его такой отдых, правда, девочка моя?» Костя вздохнул, пошел на кухню, поднял с пола свой походный рюкзак. «Вы вещи не будете забирать?» спросил он у друга. Тот осторожно обвел к входной двери всхлипывающую девушку. «Да бог с ними, в следующий раз заберем, ничего там ценного нет, ты только дверь запри и ключ мне отдай». Закрыв входную дверь, Костя сел за руль, бросив рюкзак на переднее сиденье. Оглянувшись, проверил, что друзья на месте. Девушка седела, сгорбившись, закрыв лицо спутанными волосами и сложив ладони перед собой, словно в молитве. Костя обратил внимание, как сильно дрожат ее пальцы. «Все, мы устроились, поехали!» поторопил его друг. Бросив последний раз взгляд на дом, Костя вырулил за ворота на пустую улицу и с большим облегчением направился к выезду из этой странной деревни. Он уже решил, что как только вернется в город и отвезет девушку домой, как тут же поедет в полицию. Пусть они разберутся, что вообще здесь происходит, и с утопленником разберутся, и с обкуренными посетителями магазина, а самое главное, с тем любителем пострелять из окна в безоружных людей. «Я пить хочу!» внезапно произнесла Татка. «Костя, дай воды!» засуетился Юрик. «У меня нет», с досадой произнес тот. «Не захватил, мы же ее в холодильник вчера поставили, чтобы охладить, все так быстро произошло, я даже не вспомнил про воду. Кстати, молоко с мороженым в багажнике болтается». «Ну какое сейчас мороженое? Вода нужна! Ладно, возвращаться не будем, купим по дороге». «В тот магазин я не поеду», быстро сказал Костя. «Я и не прошу, на выезде будет заправка, там тоже магазин есть, сейчас прямо по главной дороге, пока знак не увидишь». За окном мелькали дома, деревья, улицы по-прежнему были пустые, но за окнами, на которых давно виднели силуэты людей, они стояли неподвижно, провожая взглядом машину. Заехав на заправку, Костя увидел машину, стоявшую с открытой на стеж дверями заправочный шланг, валяющийся на земле рядом с большим деревянным щетом, на котором от руки было написано «Заправка не работает, бензина нет и не будет». «Не нравится мне все это», громко сказал он. «Кажется, здесь тоже что-то произошло». «Мы ни во что вмешиваться не будем, только воду захватим и поедем дальше». «Я в туалет хочу», тихо сказала Татка. Юрик помог подруге выйти из машины и бережно повел к синим кабинкам с нарисованными мужским и женским силуэтами. Девушка зашла в правую кабинку, закрыла за собой дверь, Костя подумал и пошел в левую. Сделав свои дела, он локтем нажал на кнопку слива, включил кран, намылил руки и тщательно их ополоснул. Стряхивая капли воды, поднял глаза и всмотрелся в мутное зеркало, разглядывая свое отражение. Лицо было уставшим, в глазах поселился испуг, черная щетина покрывала подбородок, отчего вид был неряшливым и запущенным. Костя вспомнил посетителей кафе, их нереальную улыбку и растянул свои губы, пытаясь почувствовать, каково это. Повертел голову из стороны в сторону, отраженный в зеркале уставший парень покорно повторил его движение. Почувствовав себя глупо, Костя перестал улыбаться, поднял руку, потер щетину. Но отражение в зеркале не поменялось, там по-прежнему отражалось лицо с растянутыми в улыбке губами. Костя замер. Глаза отражения в зеркале блеснули голодным светом, его двойник слегка придвинулся к тонкой грани между стеклом и реальностью, приложил ладони, надавил. На зеркале появились две едва заметных выпуклости. Костя не в силах отвести взгляд наблюдал за своим ожившим отражением. Тот приблизился еще сильнее, почти вплотную к тонкой, разделяющей их границе, и теперь было заметно, что двойник немного отличался от оригинала. Глаза поменяли свой цвет на коньячный, с красным отливом, губы стали тоньше, щеки запали, и острые скулы выделялись на бледном лице. Парень в зазеркале подмигнул и медленно обнажил остро отточенные зубы. Костя вскрикнул, не с первого раза нащупал ручку, дернул за нее и вывалился из кабинки. «Ты чего?» с удивлением уставился на него Юрик. «Там, там!» замычал Костя, указывая на кабинку, но потом махнул рукой и вцепился в друга и потащил его к машине. «Да погоди ты!» с досадой сказал Юрик и стряхнул его руку со своего плеча. «Там Татка еще не вышла!» «Откуда не вышла? Из туалета?» «Ну да». «Ты куда? Дурак что ли?» Но Костя его не слушал, он кинулся к синей кабинке, рванул за ручку, дверь легко распахнулась и парень, не ожидавший этого, потерял равновесие и рухнул на асфальт. Тут же вскочил и одновременно с Юриком ввалился в женский туалет. Пусто. «Татка!» позвал Юра. «Ты где, девочка моя?» «Ты все время здесь был?» отрывисто спросил Костя. «Нет, отходил на пару минут, мне показалось, что там человек, не разобрал мужчина или женщина, но никого не встретил». Костя еще раз заглянул в кабинку, вышел, оглядел заправку, сложил ладони рупором урта и прокричал. «Наташа! Ты где?» Тишина. Может она сама пошла за водой?» предположил Юрик. Костя подумал, что в этом есть резон и широкими шагами направился к зданию, над входом которой висела вывеска кафе. Он толкнул дверь, мельком взглянул на звякнувший вверху колокольчик, огляделся. Большими шагами прошел мимо стеллажей с продуктами, кофейными столиками, состоявшими рядом с ним барными стульями. Подошел к прилавку. Со злостью рядом с которым красовалась табличка «Если меня нет, то просто нажмите на звонок». «Есть тут кто?» крикнул он не особо надеясь на отклик, но над столешницей медленно поднялась голова со взъерушенными волосами, показались глаза. Они таращились на незваных гостей со страхом и недоверием. «Все в порядке», торопливо сказал Костя и зачем-то показал раскрытые ладони. «Мы не причиним тебе вреда». Парень медленно поднялся, был он совсем молоденький, темноволосый, тонкогубый, с белым лицом и черными полными ужаса глазами. От него пахнуло запахом давно немытого тела, синюшнюю рубашку покрывали пятна пота. Он молча смотрел на друзей, двумя руками крепко сжимая безбольную биту. «Ты девушку не видел?» С надеждой взглянул на него Юрик. «Девушка у нас пропала, темноволосая, высокая, красивая, не заходила сюда?» «Девушка», медленно произнес парень. «Давно пропала». «Ну, минут десять, не засекали». «Десять минут, значит, он еще сытый, наелся, шанс есть». Парень отбросил биту в сторону, одним махом перемахнул через столешницу, бросился к выходу, но тут же остановился, повернулся к друзьям. «А этих с улыбками не видели? Нет их рядом, улыбчивых таких». Костя с Юриком переглянулись. «Парень, ты бредишь что ли? Каких улыбчивых?» «Десять минут», повторил парень, словно не услышав вопроса. Он опять побежал между стеллажами, но вдруг замер, как будто напоролся на непреодолимое препятствие. Костя взглянул на выход и похолодел от страха. На пути к выходу стояла высокая фигура, плоская, черная, лицо скрывало тень, но руки длинные, белые, с извивающимися словно червяками, пальцами ярко выделялись на темном фоне. Костя мгновенно узнал фигуру незнакомца, которую он видел ночью на лужайке перед домом. Человек медленно поднял руки, взмахнул ими как дирижер и парень в синей рубахе как подкошенный упал на пол. Он тонко заверещал, как подраненный заяц, схватился за ножку стола, пытаясь удержаться, но тут же вскрикнул от боли. Выгнулся, приподнялся в воздух и переломился пополам. Темная фигура перевернула руки ладонями вверх и словно повинуясь этому жесту, тело парня поднялась в воздухе и медленно поплыла к нему. Кровь красными каплями капала на пол, провожая его движение. Из-за спины незнакомца тенью выскользнула тощая девушка и Костя узнал недавнюю знакомую из магазина. Она широко раскрыла рот, наполненный двумя рядами остро отточенных зубов и вонзилась тело парня. Она рычала, чавкала, разрывала и заглатывала куски плоти вместе с одеждой. В комнате расплылся запах крови, свежего мяса, слышался треск ломающихся костей и разрываемых сухожилий. Черный человек по-прежнему стоял неподвижно, подняв вверх руки. Проглотив последнюю часть тела, девушка опустилась на четверенькие скуля, как провинившийся пес, поползла к таинственному незнакомцу. Достигнув его ног, она смиренно опустила голову и оголила плечи. Человек возложил руки на ее тело, сжал. И тут же его некогда белые пальцы наполнились голубым светом, струя неведомой жидкости потекла из девушки через пальцы по венам вверх, к самому сердцу. Каждая вена, жилка, ярко выделялась на теле черного человека, словно обладающего прозрачной кожей. Девушка тряслась, тихонько поскуливая, но не делала ни одной попытки освободиться. Наконец, свет стал угасать, поток иссяк. Миг и незнакомец со своей жуткой компаньонкой пропал, лишне громко и жалобно звякнул колокольчик над дверью. Костя Костя так стоял, как завороженный уставившийся в то место, где только что стоял черный человек. Из-за бытия его вывел звук гудка автомобиля, раздавшийся снаружи. Не веря в себя, он схватил за руку друга и уже явственно они расслышали сигналы игл проезжающих машин. Юрик в нетерпении высвободился и выбежал из кафе. Пару секунд замешкался у входа, пытаясь определить откуда идет звук. Разобрался и кинулся по направлению к шоссе. «Подожди!» крикнул ему Костя, пытаясь догнать. В боку совсем не кстати закололо, дыхание прервалось, он выбежал из здания, зашатался, прижал ладонь к ребрам, пытаясь восстановить дыхание и бросился за другом, стараясь не выпускать его из вида. Но не добежав до шоссе, оступился и кубарем скатился в канаву. Тяжело дыша, с трудом приподнялся, но снова лег на землю, наблюдая сквозь высокую траву, как вдалеке по шоссе медленно движется колонна автоцистерн. Впереди колонны и по бокам шли люди в ярко-желтых комбинезонах. От шлемов с прозрачным экраном тянулись гофрированные трубки к баллонам, прикрепленных у них за спиной. Руки в черных перчатках сжимали прикручен к цистернам идущих рядом машин. Юрик бежал к ним, размахивая руками и выкрикивая что-то на ходу. Из-за гула машин Костя не мог разобрать ни слова. Он попытался встать, но ноги подкосились, и он вновь тяжело осел на землю. Люди в желтых комбинезонах заметили мчащегося к ним парня, и идущий впереди поднял руку, призывая всех остановиться. Юрик подбежал, что-то оживленно стал рассказывать, показывая на заправку, на здание кафе, но человек в комбинезоне знаками показал ему отойти подальше. Даже с такого расстояния Костя разглядел, как его друг растерялся, но просьбу выполнил, отошел на десяток шагов. И тут же, словно получив приказ, люди в желтых комбинезонах вскинули шланги вверх, направили на Юрика и нажали на спуск. Сноб яркого пламени вырвался из раструбов и окутал парня. Тот страшно закричал и в унисон с ними закричал и Костя. Юрик, объятый пламенем, упал как подкошенный, перекатился, несколько раз дернулся и затих. Люди в желтых комбинезонах аккуратно обошли его дымящееся тело и направились к заправке, внимательно осматриваясь вокруг. Машина с небольшой цистерной медленно двигалась за ними. «Нет, нет, нет!» прошептал Костя и ползком, стараясь не выдавать место своего нахождения, двинулся в сторону к деревьям. Спрятавшись за кустом, он наблюдал, как люди в желтых комбинезонах обошли стоявшие на заправке машины, заглянули внутрь, подошли к зданию кофейни, но внутрь заходить не стали, направили на него раструбы своих шлангов и через мгновение здание уже было охвачено огнем. Костя, забыв про боль в боку, вскочил на ноги и, пригибаясь, побежал в лес, прочь от этого страшного места. Позади бушевал огонь, его преследовал запах горелой резины, дерева и человеческой плоти. Он не помнил, сколько бежал, но вскоре между деревьями показался просвет, мелькнули машины и, всхлипнув от счастья, он понял, что у него все получилось. Выбежал на дорогу, в вознемождении остановился и последнее, что увидел, это фары, летящие на него машины. Потом удар и тьма. Очнулся Костя от жажды, болела голова, ломила все тело. Он застонал и попытался повернуться. Тише, тише, услышал над собой и, разлепив слезящиеся глаза, увидел немолодую женщину в белом халате. Пить! Прохрепел он и тут же ему сунули трубочку в рот и, напившись, опять провалился в забытие. Второй раз он проснулся поздно утром, когда солнце заливало комнату ярким светом рядом с его кроватью на стуле сидела все та же женщина. Была она круглой, розовой, уютной. Очки с черной оправой на носу делали ее похожей на мудрую сову из детского мультфильма. Лежи спокойно и старайся не двигаться, у тебя игла в руке, капельницу поставили. Где я? В больнице тебя нашли лежащим на дороге без сознания. Костя тут же вспомнил свет фар, летящих на него, удар сбивших с ног. Пожарники нашли, выезжали на тушение пожара, а тут ты лежишь, кто-то сбил и уехал, но либо тебя краем задело, либо машина медленно ехала, всего-то сломана рука и трещины в ребрах, счастливчик. Пожар, медленно произнес Костя, память мгновенно всплыла картина горящего Юрика и он застонал от нахлынувших чувств. Да, каждый год у нас тут лесные пожары, МЧС предупреждает, но все без толку, всегда находятся умники, которые в самое пекло лезут, на мой взгляд их и спасать-то не надо, сами виноваты. Женщина сурово поджала губы. Костя откинулся на подушку и закрыл глаза. В голове шумело, каждая клеточка измученного тела вопила от боли. Он вспомнил объятого огнем Юрика, напуганную дрожащую татку. Где она сейчас? Да и жива ли? Что произошло в этой богом забытой деревушке? Что случилось с его жителями? И кто такой черный человек, так легко управляющий телами людей? Нет ответа. Скорее всего, он и не узнает, такие тайны тщательно охраняются. Люди в тяжелых комбинезонах, по всей видимости, проводили зачистку, убирали ненужных свидетелей. А он, дурак, еще в полицию хотел идти. Дверь скрипнула, и он снова открыл глаза. Вы позволите, Тамара Николаевна? произнес мужской голос. Мне нужно поговорить с пациентом. Женщина нахмурилась, но ничего не сказала, поднялась и молча вышла из палаты. К кровати подошел грузный немолодой мужчина в белом халате с папкой под мышкой. Он поставил стол ближе, сел, положил папку на колени и заботливо разгладил пальцами обложку. Ну-с, молодой человек, рассказывайте, как вас занесло в самое пекло лесных пожаров, и что вы вообще там делали? Вы кто? Помолчав, спросил Костя. Я ваш лечащий врач, зовут меня Сергей Николаевич, мне нужно восстановить картины всего происходящего, не каждый день мы на обочине находим сбитых машинами людей, тем более вы не местные, это мы уже проверили, так что вас привело к нам? Парень молча смотрел на незваного посетителя, белый халат обтягивал массивные плечи, на загорелом лице темные глаза с крепким взглядом, губы сжаты в тонкую линию, толстые пальцы покрыты шрамами, мизинец на левой руке отсутствовал, он выглядел как человек, привыкший отдавать команды и привыкший, чтобы эти команды выполнялись, и совсем не был похож на медицинского работника, но мы поехали с друзьями отдохнуть, неуверенно начал Костя, Юрик все уши прожужжал про свои родные места, он тут родился и вырос, а потом Юрик с таткой, простите, перебил его посетитель, Юрий Дроздов и Наталья Трофимова? Юрий Дроздов, да, и фамилию татки Наталья я не помню, это не страшно, продолжайте, Костя смотрел на Сергея Николаевича и все яснее понимал, что сейчас происходит самый важный в его жизни разговор, и от того, как он будет отвечать, зависит, выйдет он из больницы или нет, мы приехали, зашли в дом, татка, Наталья с Юриком сразу же разругались, мы даже выйти никуда не успели, из-за чего разругались, да так, по пустякам стали цепляться друг к другу на ровном месте, возможно, просто устали от поездки, мы весь день в пути были, так, и что дальше, поругались ребята, и что, ничего, утром встали, татка сказала, что видеть Юрика не хочет, а хочет домой, ну, мы и поехали, а на заправку вы зачем заехали, вы же только что накануне заправили полный бак, татка пить захотела, и кофе, и эклеры, пришлось остановиться, она пошла в туалет, там и в кафе, но там никого не было, ни посетителей, ни продавца, вообще никого, Костя смотрел прямо в черные, внимательные глаза сидевшего напротив, вышли из кафе, смотрим, двери туалета открыты, а татки нет, на нее это не похоже, она вообще взбалмошная девица, могла и пешком к трассе двинуть, мы разделили с Юриком, и пошли ее искать, я ходил, звал, слышу крики, вернулся назад на заправку, а там все в огне, но я и побежал, взорваться все же могло, испугался очень, сам не понял, куда бежал, а потом, раз, удары, е в больнице, собеседник молчал, задумчиво разглядывая Костю, скажите, не выдержав затянувшейся паузы, спросил тот, а где Юрик и Татка, они к вам в больницу не поступали? что? словно очнувшись, переспросил посетитель, а, друзья ваши, нет, не поступали, но будем надеяться, что с ними все хорошо, хотя пожар там сильнейший, много людей погибло, вам очень повезло, что вы выбрались из этого пекла, травму только серьезную получили, и сейчас от многих факторов зависит, выживете вы или нет. «У меня перелом руки и трещины в ребрах», почему-то шепотом сказал Костя, во рту мгновенно пересухло, от таких повреждений не умирают. «Трещины в ребрах, это очень опасно, а вдруг врач ошибся и там перелом, и кусок кости вонзился вам в сердце, а у вас мама одинокая, и братик младший, он кажется в первой гимназии учится». В первой медленно произнес Костя, «Славный мальчик, общительный такой, и мама у вас очень приятная, на работе ее очень ценят, так что вам есть о ком заботиться, надеюсь мы поняли друг друга, ну ее пойду пожалуй, а вы выздоравливайте, если будете молодцом, то завтра вас уже выпишут». Посетитель дружески похлопал парня по руке, той самой, из которой торчала иглокапельница, встал со стула и вышел из палаты. И только с его уходом Костя смог выдохнуть. «Какой же он дурак!» Он поднял левую руку и повязкой на гипсе вытер взмокший лоб. «В полицию он хотел идти, нет уж, до самой смерти молчать будет!» «Правильно сказал Сергей Николаевич, ему есть о ком заботиться!» Юрика жалко до слез, но думать нужно о живых, а не о мертвых. Вернулась медсестра, всё с теми же сурово поджатыми губами, поставила на место стул, заменила банку с прозрачной жидкостью на штативе. Спросила, не нужно ли чего. «Вы не могли бы закрыть жалюзи?» Попросил Костя, заслоняясь ладонью от света. Солнце прямо в глаза светит. Тамара Николаевна подошла к окну, взялась за шнурок, висевший сбоку, но что-то на улице привлекло её внимание, и она замерла, напряжённо вглядываясь скверно против. Парень из вежливости подождал, потом, не выдержав, нетерпеливо окликнул её. Она оглянулась, ничего не ответила и снова повернулась к окну. «Что-то случилось?» насторожился Костя. «Тут человек был у дерева», медленно ответила медсестра. «Странный такой, чёрный, плоский, как будто вырезанный по трафарету. Гаишников ещё таких ставят на дороге. Сначала стоял неподвижно, а потом, вроде как мой взгляд, почувствовал, дёрнулся, закинул над головой скрещенные руки. Я оглянулась на тебя, а когда повернулась, он пропал. Как думаешь, что бы это значило?» Если честно, такую поездку даже отдыхом сложно назвать, при всём огромном-огромном желании, потому что с такой вот «таткой» в кавычках можно только геморрой обрести. То ей не так, это не так, хотелось придушить её всё время. Ну и если подводить итоги, в деревне, похоже, какой-то секретный газ или вещество проникло за стены секретного учреждения, и все люди превратились в непонятных существ. А если вы дослушали историю до самого конца, поставьте всепоглощающий огонёк, тем самым мы узнаем, сколько нас дослушавших историю до самого конца. Услышимся, как и всегда, в следующей «Интересные истории». Субтитры создавал DimaTorzok